Здесь у входа встречает надпись Sweet Home, сладкий дом. И это на самом деле так. Здесь на кухне происходят настоящие шоколадные чудеса. И сейчас мы станем свидетелями одного из них. Соня Харитонова – домохозяйка. Её большая мечта – испечь торт для Владимира Путина и подарить его главе государства. Пока девушка тренируется, к делу подходит со всей ответственностью. Для бисквита нам нужно очень хорошо взбить яйца с сахаром, для того, чтобы он был пышным, поднялся, но и было очень вкусно. За работой Соня вспоминает, как всё начиналось. Ещё год назад она практически не занималась выпечкой. Но однажды решила удивить сестру на день рождения, нарисовав портрет на поверхности торта с шоколадом. Признаётся, перевела немало продуктов, прежде чем удалось воплотить задуманное. Потом такие же торты захотели друзья и знакомые. Сейчас у девушки уже целый каталог с работами. Ты как-то начался разговор, а почему бы не сделать? Вот скоро день рождения Владимира Владимировича Путина, 7 октября. А почему бы не сделать? Я думаю, ну конечно. А почему просто сделать? А я бы хотела передать. И вот так вот всё это возникло, мечта, перерастающая в цель. Ну, я надеюсь, что я дойду до неё. Пока печётся бисквит, Соня занимается поистине ювелирной работой. Шоколадное рисование одного только портрета занимает не меньше двух часов. Слои наносятся поочерёдно, после чего им нужно застыть. Чтобы изобразить Владимира Путина, девушка пересмотрела не меньше сотни фотографий. Зато теперь может нарисовать его, что называется, с закрытыми глазами. Сложно. Это бывает, наверное, характер человека, который отображается на этом портрете. Вредный он, не вредный. Бывает, что несколько раз перерисовываю портреты. В принципе, отношусь очень уважительно к его действиям, к нам, к народу. И вот хочу преподнести этот торт не только от меня, от себя, да, показать, вот какая я, я умею рисовать. Я хочу преподнести торт от народа. Пышные бисквиты мастерица пропитывает облепиховым соком, секретным ингредиентом, и смазывает сметанным кремом. Следующие важные шаги – нанесение глазури и перенос портрета на поверхность торта. Пока это пробный экземпляр. Кто-то смеётся, кто-то поддерживает. Почему бы нет? Вы знаете, у меня такая мысль в голове, что Владимир Владимирович к нам в Красноярск приезжал не раз. Он близок к народу, так скажем, он шагает нога в ногу со временем. Мне кажется, в наш Красноярск он приедет ещё не раз. И я надеюсь, что всё-таки я не пропущу этот момент. И к этому моменту я изготовлю ему свежий торт. Пока же Соня оттачивает мастерство и надеется, что президент узнает о сибирской умелице и однажды обязательно отведает её торта. Анна Московских, Павел Пателицын. Новости.